Валентина Киреева пишет Блокнотик И записывайте все, что ел ваш сын Заодно, заодно Не ленитесь И смотрите, что у него за стул Что у него за стул Как он ежедневно входит в туалет Или там раз в неделю там входит в туалет Все это записывайте И далее Когда простуда начинается И вот началась простуда А, вы смотрите А что он там неделю назад ел Какие продукты он ел Если он ел слизообразующие продукты То это естественно И радуйтесь, радуйтесь Что не дышит вообще Там задыхается То, что вот эта вот слизь Выходит через нос Если вы заблокируете Вот этот вот выход через нос Нормальный То есть организм нашел выход Как из этого состояния избавляться От тех следствий Которые порождают причины Связанные там Допустим с питанием Еще с чем-то Их надо искать И они Не так уж сложно Это все обнаружить Посмотри В конце концов Напишите мне Вот С чего все началось Как это все там продолжается Чем там выпитается Лезли там запоры Как он там себя ведет Если ваш Ну Вы не поймете Ну разберем тут вместе Чтобы было ясно и понятно Это же канал Не просто канала А школа Здорового Образа жизни Где разбираются Вот такие вот вещи Чтобы было ясно и понятно Всем Если вы Не разбираетесь Что можете посоветовать А не то что Мочу мы льем Мочу И пытаемся пробить Здесь дырку В носе Чтоб дышал А может что-то другое Надо сделать Ночами задыхается Ночами Значит он раздышивается Дело идет Ну не хочу сказать Что к астме Но что-то такое примерно Задыхается То есть вымывается Углекислота И организм Почему он задыхается Он начинает сужать Все эти проходы Для того чтобы Чтобы все это задержать А если он займется Вот хотя бы вот этим Вот как говорил Бутейка Гимнастикой Бутейка Начнет задерживать Осознанно дыхание Вот у меня часто Бывало так что Ну не часто Но бывало так Что я веду передачу Малахов плюс Тогда И вот я чувствую Типа что-то Простыл Не простыл Потому что Как-никак 5 лет вел И ни разу По состоянию здоровья Передача не была отменена Вот что-то начинается Я сразу же начинаю Тормозить свое дыхание И чувствую Опа Ноздри Расширились Дыхание Восстановилось Потому что Человек говорит Все это Вымывается Углекислота А организм пытается Ее задержать Может он неправильно Дышит Банально Понимаете Вот как-то так Вот получается Что он там Волнительный Неволнительный И все это решается Вот так-то Валентина Продолжим Про нос Про насморк Сейчас как раз Такое время года Что люди начинают болеть Насморком Тем более погода сырая Холодно Идет перевозбуждение Слизи Перевозбуждение Слизи Именно приводит к тому Что организм Первым делом Сигнализирует Об этом Насморком Так И вот Сергей Матвенко отвечает Он молодец Активный Значит он пишет Насчет сынка Валентины Киреевой Ему повезло Что только Во время простуды Нос закладывают Но может и на постоянку Перейти И тогда Нафтезина Не избежать Позвольте Позвольте Вот перед вами Сидит Человек Который Пользовался Этим там Нафтезином И подобно И знаете А все началось С того Все началось С того Что я занимался Тяжелой атлетикой Естественно Набирал вес Естественно Налегал На молочные продукты И все это Приводило к тому Что Был переизбыток Слизи в организме И Были простуды Были простуды Не просто простуды У меня были А У меня Ангины были Простуды Ангины были И вот По простоте душевной Я решаю Да Вырезаем эти гланды Зачем они там нужны И Как бы сказать И все проблемы уходят То есть Вы едите молочку Вы Питаетесь Смешанно Вы питаетесь Избыточно Ну как я тогда Для того Чтобы набирать вес Для того Чтобы поднимать штангу И так далее И тому подобное То есть Вот такая Как бы цель Всего этого Переедания Удаляют гланды А это я уже В который раз Вам рассказываю Буквально Месяца три Было Как говорится Зашибись Зашибись Вот это да Вот это молодцы Вот это врачи А потом Когда подошло Как раз Время К осени К холодам У меня Начался Насморк И я И я Вот 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 Нафтезина Не избежать А что делать Против насморка То есть Не понимая Ни причин Ни следствия Я думаю Да ладно Сейчас Насморк Нафтезин А я Я все Пшику Пробиваю Нос Видите ли И все это Привело К тому Что я Сжигаю Слизистую Носа Нафтезином Из-за того Что он же Сушит Теряю Обоняние Как следствие А вот Будем говорить Как это Слизист Шла Так она И шла И идет И так далее Там Насморк А уже Обоняния Нету Но поначалу Могут помочь Антибиотики И противогрибковые препараты А при чем Тут Закладывают Нос И Антибиотики И противогрибковые препараты Что человек Болеет Какими-то Бактериями Или там Ребками Что у него Слизь выделяется Причем это И даже тут Написал Но поначалу Могут помочь А потом Они А потом Почему-то Не помогают Потому что Эти антибиотики И противогрибковые препараты Они не воздействуют Ни на следствие Ни на причину А они Добавок Еще вам Испортят Микрофлору И И тогда вообще Все разладится И вы не поймете Что, что и как делать Но если Образ жизни И питания Не поменять То заложенность Перейдет постоянно Вот Но если Образ жизни И питания Не поменять Их надо Поменять Изменить Откуда все это идет Вот тогда Совсем другое дело будет И не надо будет Ни нафтезина Капать Не надо Еще там Что-то там Делать Потому что Слизь исчезнет Вы ведете Такой образ жизни О котором Вот я говорю Что Это приводит Причина Допустим Употребления Большого количества Молочных продуктов Ведет к тому Что у вас имеется Переизбыток Слизи В организме Порождает насморк Со всеми Вытекающими Последствиями А мы думаем Будем нажимать Измените Вот мы с женой Отказались Раньше там Кофеек пили Туда Звученочку Добавляли И он И она И я Начали вот это Хрчать Вот это Слизь у нас появилась Как только Мы это все Отбросили Все прошло Само собой Далее Три часа назад Из Греции Пишет У меня Нос Докладывала Постоянно Некоторое время До тех пор Пока Не исключила Молочку Молочку Понимаете Вот это Раз Я написал Целую книгу Золотые правила питания Я считаю Это Лучшее Пособие По Питанию Почему Я уже рассказывал Почему И так далее Каждый продукт Помимо того Что он несет Белки, жиры, углеводы Витамины, минералы И прочее Там Вещества Он еще действует Слизи образующие Разогревает организм Охлаждает организм Подсушивает организм И так далее И тому подобное Молочку Едим Спасибо За совет Так Валентина Кирилловна Спасибо 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 Подскажите Что Поменять питание Ребенку 13 лет Валентина Я к вам Обращаюсь Вот вы возьмете Почта моя Есть И мы это письмо С вами разберем Либо можете Прямо сюда Написать Ну лучше всего Наверное на почту Написать Что мой ребенок Питается Недельное Мню Напишите Он питается Вот так вот Вот так вот Первое питание Второе Проследите Вот Целую неделю Проследите Как он входит В туалет Плоть до того Что фотографируйте Каждый его Стул И вышлите мне Только Вот такие вот действия Это по настоящему Если хотите Работать Вот допустим Там со мной Я должен знать Что человек ест Как он ходит В туалет Ну и еще там Это уже Это будет Настоящее врачевание Когда человек Следит за вами Он понимает Где вы Делаете косяки А так Подскажите Что поменять И так далее Да если он у вас После того Как этот самое Допустим Хлеб жует Или булки жует И с чаем запивает Уже это образует Плохо усваиваемые продукты Которые затем В виде слизи Начинают выделяться Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ну ладно Продержим тему Насморка Далее Сергей Матвенко Пишет опять 15 лет Живу на нафтезине Так От этой слизи Постоянно заложен нос А уже Год носик заложен И у моей дочки Ей 8 лет Два года веду борьбу С заложенностью Но пока безрезультатно Не знаю Сережа И вы Так же Напишите Вот в конце концов Мы тут разберем Опять таки Я хочу вам сказать Вот этот канал Это есть Школа Здорового Образа жизни Где мы можем Сообщать с вами Разобрать Ваши косяки И устранить их Вот на спонсорской подписке Как мы работали С Эдуардом С ним мы работали Ежедневно Ежедневно был отчет Что он сделал Что он как Это это И полученный результат Великолепный результат Тем более Там было такое обострение Что можно было Знаете С ума сойти От того Что там Происходило Но тем не менее Мы же справились С этим А тут Не знаете И заложено Да легче всего Конечно Пшикнуть Нафтезином В нос Нежели Разобраться Нежели Самостоятельно Подумать То есть Вы не хотите Самостоятельно Думать Вы не хотите Приобрести Нужные знания Для этого И предпочитаете Знаете Ну Знаете Вот Пока не припрет Так что уже Станет Вот эта вот Ситуация Между жизнью И смертью Либо умереть Либо выживать Тогда человек Как-то может Еще голову свою Там включить Не все Но Некоторые могут А пока можно Грубо говоря Закапывать И дышать И все это такое А если вы Просто Напроста Начнете Вот я вам Покажу Вот эту вот Гимнастику Как тормозить Дыхание Для того Чтобы сразу же Убрать эту слизь И убрать Заложенность носа Буквально таки За 5 минут Это убирается Заложенность носа И слизь А дальше Естественно Надо Надо-то Посмотреть Что там вы Кушаете А так вот Сразу лайк Ну и что Сразу лайк За что За что Как Правильное питание Каша Вот я ей написал Правильное питание Я перед вами Съел кашу Не запивая Для того Чтобы все Полноценно усвоилось Ну и последнее Начинаешь Чувствовать поддержку Так чтобы Эта поддержка Была больше Пишите Есть моя почта Есть Вот Канал Сюда Можете писать Все это Разберем Ощущая Что ты Не остался Один Один Со своей проблемой Иногда Прямо отчаяние Берет Вот когда берет Отчаяние Человек Знаете Вот лично я Крепко садится И задумывается Ну вот Почему Это отчаяние Взялось Откуда оно Взялось И что Надо сделать Чтобы выйти Из этой ситуации И причем Это бывает так Что ты как-то Сам еще вышел А допустим Грубо говоря Вот твоя там Семья Дети И так далее Которые не хотят Ничего никак Не знать Начинают Это Через них Тебя Доставать Начинают Поэтому Пишите Рассказывайте Если вы хотите Серьезных Каких-то Что-то Такой Какой-то Помощи От меня Тем более Ё-моё Вы столько Денег Потратили Я это Для вас Разбираю Бесплатно Как хобби Хотя Мне надо На что-то Жить Вот я Пока Это все Разбираю Ну Мне-то Там Надо И то И все И пято И десято И некоторые Сказали Да нахрен Он нужен Этот канал Тут надо То За счет Это самое Заплатить Я лучше Займусь Тем-то 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 Вплоть до того Что извозом Займусь Короче Думайте Сами